Алексея Навального сегодня сняли с профилактического учета как склонного к побегу. Однако вместо этого его поставили на учет как экстремиста и террориста. Оппозиционер рассказал, что решение принимала комиссия. Оперуполномоченный подал рапорт о снятии с учета, и члены комиссии проголосовали за. Но сразу после этого Навального уведомили, что он исповедует экстремистскую и террористическую идеологии. И та же комиссия единогласно поддержала новое предложение включить заключенного в список склонных к экстремизму. Вместо красных бирок на одежде Навальному пришили новые в зеленого цвета. Он также отметил, что экстремистские и террористические учеты не такие, цитата, утомительные, поскольку налагают на заключенного меньше обязанностей. Теперь к нему не будут подходить каждые два часа с видеорегистратором, чтобы тот подтверждал свое нахождение в колонии. Тем не менее появляются другие ограничения. К нам сейчас присоединяется Ольга Романова, директор фонда РУ, сидящая власть считает его иноагентом. Ольга, добрый вечер. Добрый вечер. На первый взгляд кажется, что новость вроде бы хорошая. Теперь не будут каждые два часа будить. Как на самом деле будет обстоять все? Ну, вы знаете, есть две новости. Плохая и хорошая. Действительно хорошая в том, что Алексея Навального теперь уже не будут будить каждые два часа ночью. С тем, чтобы удостовериться, на месте он или нет. Но это скорее освобождение не для Навального, а для сотрудников, которые, скорее всего, как бы сказать, за-за-за-за... Замучились. Это делалось. И плохая новость в том, что присуждение Алексея зеленой полосы, зеленой полосы как слонного к экстремизору терроризму, означает, что после освобождения он никогда больше не сможет открыть счет в любом банке. Никогда не сможет устроиться на работу, получить карточку и так далее, потому что он попадает в списки Росфин-мониторинга. То есть для обычного заключенного это была бы большая проблема. Для Алексея Навального это просто плюс еще одна проблема к тысячам его существующим. И, как мы понимаем, Алексей Навальный не освободится по закону, не освободится по окончанию срока, освободится только после изменения политической ситуации в том или ином виде. То есть либо его обменяют, либо что-то случится с Путиным, с режимом и так далее, и так далее. Когда он будет на свободе, его это будет мало интересовать. Еще раз, для любого другого человека это будет проблемой. А у вас есть понимание, на каком уровне такое решение принималось? Это в СИН или это из Кремля шло? Ну, вы знаете, освобождение от полосы склонной к побегу, это, конечно же, мольба колонии к... области, к УФСИН, к управлению, пожалуйста, не надо больше этого делать, тем более, что он не склонен к побегу. И это на уровне центрального аппарата ВСИН решалось. Да, пожалуй, не склонен к побегу. А вот полоса склонен к экстремизму и к терроризму, это тоже решалось на уровне центрального аппарата. Это после решения соответствующего суда. Я напомню, что суд не признавал ни Алексея Навального, ни организации, связанные с ним, террористическими. Никогда этого не было. А как экстремисты они, к сожалению, были признаны судом, что, конечно, признать невозможно в здравой логике. Но, тем не менее, у него именно террористическая полоса, чего, я подчеркиваю, даже российским судом сделано не было. Это такое операционное опережение ВСИН. Мы не будем его будить каждые два часа ночью, но зато он террорист. А формально это легально было? Ну, вы знаете, вообще ВСИН может легально делать все, что угодно, включая из насиления шваброй. Да, кстати, по поводу опубликованных видеосвидетельств, вот мы всю неделю наблюдаем, и реакция властей, вроде как возбуждаются уголовные дела. Но чем закончится вся эта история? Спустят на тормозах или что произойдет? Безусловно, история закончится ничем, поскольку ничем закончилась история такая же в Ярославле. Сейчас точно такая же история с массовыми изнасилования сотен заключенных, не десятков, сотен разворачиваются в Иркутске и Ангарске. И мы видим, что все, кто подал ходатайство и жалобы по этому поводу, просто прибавляют сроки и больше ничего. Саратов так влез немножко в какую-то, я бы сказала, между кремлевскую обойму, между Кириенко и Володиным из Саратова. Как-то вот это вот какие-то вот такие штуки, которые не должны интересовать широкую публику. Просто пытки есть везде, это надо понимать, надо помнить. И что пытки это, к сожалению, сейчас большая странная часть общей пензенциарной политики Российской Федерации. Ольга, спасибо вам. Мы пообщались с Ольгой Романовой, директором фонда «Русь сидящая», который власти считают НКО иноагентом. Продолжение следует...